Ну и последняя, пятая теорема по этой теме. Теорема о двух плоскостях, перпендикулярных к одной прямой. Для начала давайте построим две плоскости. Вот у меня плоскость α. Вот плоскость β. А это есть прямая, которая пересекает любите плоскости. Вот такая вот какая-то прямая. Назовем ее А. Формулировка. Если две плоскости перпендикулярны к одной прямой, то они параллельны. Дано. Прямая А перпендикулярна плоскости α. Прямая А перпендикулярна плоскости β. Нужно доказать, что тогда плоскость α параллельна плоскости β. А еще раз формулировка. Если две плоскости перпендикулярны одной прямой, то они параллельны. Доказательство. Для доказательства предположим, что наши плоскости α и β не параллельны. То есть где-то дальше возьмут и пересекутся. Так. Так. Ну тут я как-то угол слишком маленький взял. Сейчас секундочку. Чтобы он выглядело более элистично. Как-то так. Дальше. И тут тоже. Как-то так. Вот как-то вот так вот. Ну, соответственно, я плоскости продолжил. Давайте вот эти вот отрезочки сразу уберу, чтобы они мне не мешали. Ну и, соответственно, наши прямые сейчас возьмут и пересекутся вот по вот этой прямой. Будет линия пересечения плоскости. Теперь мы возьмем и на этой линии пересечения плоскости отметим какую-то точку. И через нее и прямую А возьмем и проведем плоскость. Вот так вот как-то пойдет наша плоскость. Соответственно, вот эта плоскость пересечет плоскость альфа вот по такой прямой. А плоскость и эта же плоскость пересечет плоскость бета вот по такой прямой. Вот так. Сейчас вот так. И дальше. Матерочку. Ага. Причем, когда мы эту плоскость провели, то вот этот вот кусочек, он сейчас будет за плоскость, да, пунктирный. Вот здесь вот убираем. Делаю пунктир. И вот этот вот кусочек тоже будет за плоскость, тоже пунктирный. Вот как-то так. Прямая А по условию перпендикулярна плоскости альфа. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. Значит, вот здесь прямой угол. Но прямая А также по условию перпендикулярна плоскости бета. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. Значит, вот здесь тоже прямой угол. И получилось, что сейчас вот на этой построенной нами плоскости Из данной точки на данную прямую Опущены два перпендикуляра тут и тут А такого быть не может Значит, плоскости альфа и бета пересечься не могут То есть они параллельны Что и требуется доказать Еще раз, формулировка Если две плоскости перпендикулярны одной прямой То они параллельны Доказательства Для доказательства предположим, что наши плоскости альфа и бета не параллельны И где-то дальше возьмут и пересекутся Пересекутся они вот по вот этой прямой Тогда мы на линии пересечения плоскостей возьмем какую-то точку И через эту точку и прямую А возьмем и проведем плоскость Эта плоскость пересечет верхнюю плоскость альфа вот по вот этой прямой А нижнюю плоскость бета вот по вот этой прямой Прямая А по условию перпендикулярна плоскости α А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости Значит, вот здесь прямой угол Но прямая А по условию также перпендикулярна плоскости β А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости Значит, тут тоже прямой угол И получилось, что вот на этой построенной нами плоскости из данной точки на данную прямую опущены два перпендикуляра, чего быть не может. Значит, плоскости α и β не пересекаются, то есть они параллельны, что и требовалось доказать.